Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на, надеюсь, все еще в вами, любимую рубрику веселое объявление автору. В общем-то, друзья, вкратце напомню, что же интересного такого происходит в этой рубрике. На самом деле, все очень просто. Мы ищем с вами вместе, да, не удивляйтесь, друзья, потому что благодаря вам создаются большинство, наверное, выпусков. Вы скидываете реально очень годные объявления, которые находите, за что вам огромное спасибо. Если что, вдруг ссылочка, куда вы можете прислать какое-то объявление, если вы нашли что-то интересное, всегда есть в описании. В общем, мы смотрим все самое интересное, что есть вообще в объявлениях, подозрительные тачки, неадекватный тюнинг, какие-то переделки, редкие машины, в общем, все-все-все самое интересное. Ну и, друзья, я предлагаю прямо сейчас начинать. Ну, друзья, как бы неспроста, да, серия называется «Цвет настроения розовый», потому что... Ну, нет, я, знаете, я бывало видел тоже с люксовыми, так скажем, тачками, и не такое, но, как бы, к сожалению, в объявлении сложно все-таки найти. И вот, друзья, прямо сейчас продается Range Rover, влог. Ну, я даже просто, как бы, знаете, вот у меня вопрос. Я все понимаю, я совершенно не против, да, то есть у каждого человека свои вкусы. Нужно их все равно уважать, да, но кому-то так нравится. Без проблем, вообще без проблем. Но, мне кажется, что при продаже рассчитывать на то, что машину в таком виде кто-то вот захочет купить, ну, как-то такое себе. Ну, потому что гораздо проще потратить, ну, небольшую сумму денег, по сути. Я не знаю, правда, чем это все покрашено. Нет, просто как бы, там в описании написано, что ездила девушка, еще я еще могу понять, хорошо. Ну, это, как бы, знаете, ну, серьезно, ну, можно же решетку, ну, даже купить, да, потому что я не думаю, что там с разборки, да, ну, зачем новую, да, можно найти в хорошем состоянии с разборки. Ну, не думаю, что она стоит прям очень дохуя. Шильдики вообще не проблема. Ну, с дисками, да, посложнее, чем, наверное, все остальное. То есть, как бы, их нужно, если они покрашены, снова красить, либо, я не знаю, что-то делать. Ну, тоже решаемо. Ну, просто это ускорит продажу автомобиля, ну, раз в 10, мне кажется, это минимум. Потому что человек, который будет искать себе эту машину и будет вот рассматривать, он понимает, конечно, да, безусловно, что он тоже может взять и, собственно, все это сделать. Но это, знаете, это вот когда, ну, в таком интуитивном уровне ты понимаешь, что ты должен вложиться, потратить время, потратить деньги. Без проблем, может быть, продавец скинет, но я только вот в этом плане рассуждаю. Я не буду себе даже ничего говорить по поводу того, что, как бы, это черный рейнджовер. Последний, да, ну, хорошо, до рестайла все равно он, как бы, ребят, ну, я думаю, все смотрят на него и понимают, что он стоит, ну, как бы, нормально бабла, выглядит презентабельно, круто. И у него, как бы, ладно, какие-то пластмассовые элементы выкрашены в розовый, а диски розовые. Ну, то есть, да, салон, кстати, очень красивый, очень красивый салон, практически, как я люблю. Единственное, только темное дерево, я вот обожаю, когда там двухцветный, бело-черный, бело-коричневый салон и плюс, если еще черный рояль лак, вот видите, да, деревянные вот эти вставки. Это очень, на самом деле, очень круто, смотрите, согласитесь, ну, блин, реально пиздато. Ну, внешне, блядь, вот решетка, да, вот эта, которая просто, если можно, смотрите, еще синяя обводочка, получается, в слове range и в слове rover первые буковки R выделены в синий. Окантовка голубая, да, такая же. А розовые диски, розовые пластмасски всякие, сзади тоже, ну, то есть, прям, вот, как бы, да, 4 миллиона 200 тысяч. Ну, слушайте, да, кстати, между прочим, прайс, ну, если мне не изменяет память моя внутренняя, по-моему, это не совсем прям выгодно, даже за 15-й год. Ну, 15-й год, это, относительно, да, свежий автомобиль, ну, дороговато, по-моему, они уже ниже 4-х стоят, но я могу ошибаться. Вот, тут как бы все расписано, что тачка, там, в охуенной комплектации, причина продажи, там, это, на машине установлены дорогие диски Mansory. То есть, понимаете, это даже не стоковые катки, да, я, кстати, тоже про это не сказал, это Mansory катки, выкрашенные в розовый цвет. Вот, ну, хорошо, что добавлено, что на машине ездила девушка, ну, как бы, хотя с другой стороны тоже, знаете, черный внедорожник с розовыми. Не знаю, короче, ребят, не знаю, но это, знаете, мне, кажется, достойно было попасть сегодня сюда, и я просто обязан вам было это показать, потому что это, как-никак, просто идеально подходит к нашей рубрике. Ну, а мы двигаемся дальше, если вы думаете, что это единственная тачка с элементами розового цвета, или вообще, которая имеет розовый цвет, друзья, вы ошибаетесь. Ну, знаете, тут, может быть, все не так, конечно, печально, хотя, с другой стороны, здесь тачка полностью розовая, с розовыми дисками, да, здесь у меня другой вопрос. Ну, во-первых, это 39-й кузов, да, то есть, в принципе, легендарная, относительно все-таки запоминающаяся многим пятерка BMW, которая, так скажем, осталась в истории. Ну, да ладно, как бы, говорить про то, что она должна быть, там, черной, серебристой, я не знаю, темно-зеленой, или еще какой-то, я не буду, опять же. Ну, кто-то захотел, допустим. Но у меня другой вопрос. Вот представьте, 39-й кузов, это все-таки, ну, блядь, конец 90-х, начало нулевых, да? Машина требует внимания, машина требует ухода, машина требует, как бы, денег и так далее, и вообще, мне кажется, ну, как бы, ладно, хорошо, то есть, это девушка, которая реально ездила на 30-е... Тут не сказано, кстати, про то, что девушка ездила, может быть, и не девушка, но... Ай, блядь, ладно, хорошо. 190 тысяч рублей, 98-й год, 523-е, значит, ничего, вообще, ни слова не написано. Почему? И знаете, что меня самое вот удивило? Цвет розовый, и вот тут я открывал просто отчет по ВИНу, там действительно по ПТС, да, по документам тачка имеет цвет розовый металлик. Что это может значить? Это значит то, что, скорее всего, точнее, не скорее всего, в принципе, даже это и так видно, что тачка покрашена в розовый, не оттянута пленкой, а именно покрашена в розовый, и даже в документах внесены изменения. Не знаю, сколько времени она... Ну, как бы, да, про китайскую оптику я ничего не буду говорить, опять же, кому-то она нравится, я помню просто на матрешке у меня, да, стояло подобное... Потом подобные линзы, и, блядь, сказать, что это выглядит отрасительно, ничего не сказать, потому что машина просто сразу меняется. Вот, ну, а так вроде, ну, не знаю, ну, судя по всему, она выкрашена, кстати, недавно. Ну, то есть, видите, она, как бы, еще не успела, там, заржаветь, ну, то есть, я думаю, что год, два, может быть, три максимум назад. Короче, ребят, вот такой бумер, не знаю тоже, кто его купит, потому что, мне кажется, такие машины сейчас покупают, ну, пацанчики, которые, там, ну, у них появились... На первую машину, например, то есть, многие, да, там, 39, на самом деле, кузов рассматривают, и, как бы, вот, ну, кому нужна старая BMW розового цвета? Вот тут вопрос, конечно, хороший. Кстати, в Питере продается, и та тачка тоже, и Range Rover в Питере же, правильно? Да, Range Rover в Питере, и, друзья, у нас, как бы, город оказывается интересен тем, что у нас люди любят розовый цвет. Ладно, давайте немножко от этого отстранимся и посмотрим, что еще сегодня нас интересного ждет. Друзья, а что, если я вам скажу, что прямо сейчас можно на автору купить тачку, которая участвовала или может участвовать в Носкаре? В... Нет, стоп, секунду, в Носкаре. Это не даже, не дрифт-корчи, которые участвуют в дрифт-ивентах, это не, я не знаю, драгстеры, это не ролиные какие-то тачки, это Носкар, которого, блядь, в России просто нет. Ну, это не важно, хорошо, то есть, окей. Дальше мы смотрим фотографии, видим, тут непонятно, как бы, это, скорее всего, ну, взята реально фотка типа соревнований, а вот это вот конкретно машина. Опять же, сфоткан, ну, не сказать, что, блядь, там их еще несколько, ебать! Че вообще по конвейеру Носкарных тачек, как бы, ну, нормальная тема, че? Ну, я, кстати, так предполагаю, что это... Да нет, наверное, ау, 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 да, слушайте, че, че происходит вообще? Может быть, я, конечно, че-то упустил, и у нас уже, блядь, официально где-нибудь, блядь, в Москве или в Питере построили Носкар-трек и вовсю хуячат Носкары, но, наверное, нет, все-таки. Реально Носкаровская тачка, вот, смотрите. Как бы, ну, я не знаю, для каких целей она может вообще нужна быть. Не, кстати, возможно, это не в России. Не, кстати, это, походу, не в России все-таки. Название Евро Носкар, 14-й год, продается в Якутске. Сейчас бы в Якутске в 2К18 покупать тачку для Носкара за 11 миллионов. Я думаю, очень такая, знаете, прям ситуация, вот, блядь, каждый второй, кто живет в Якутске, хочет себе Носкаровскую тачку. Ну, я, короче, не знаю. Не, на самом деле, если шутки отстранить, данный гоночный автомобиль находится в Австрии. Покупатель, который посетит Австрию для осмотра автомобиля, при последующей выкуп... Ой, покупке, получит компенсацию перелета и проживания в Австрии, которая вычтется из общей стоимости данного гоночного автомобиля. Есть... Подождите, я это не читал. Есть два варианта покупки данного автомобиля. Первое. Новый владелец после покупки ввозит автомобиль в Россию, либо какую-нибудь другую страну для использования на территории России, либо какой... Ну, да. Чисто, блядь, по пробкам в Москве кататься на Носкаре. Второе. Новый владелец после покупки астролета в Австрии у команды Renault Motorsport оплачивает ежемесячное хранение, обслуживание и подготовка к тестам и соревнованиям для нового владельца. Хай, блядь. Короче, не знаю, ребят, я. Ну, как бы, вот, сам факт. Для меня это было, как бы, сказать, что я охуел, ничего не сказать, ну, потому что это, как бы, максимально необычно, что можно увидеть просто, как бы, да, в объявлениях. Поэтому я просто был обязан, как бы, засунуть это объявление в рубрику. Короче, ребят, примерно такая ситуация. Так что теперь вы знаете, что вот, как бы, вот, прямо сейчас в продаже Носкар. Нормально. Ох, друзья, это прямо герой, на самом деле, нашего шоу. Веселое объявление, потому что я не помню, ну, мне кажется, раза три-четыре я уже уделял внимание этой тачке, и поэтому сейчас я даже не буду ничего рассказывать, насколько она уникальна и редкая, и чё мы только не видели. Порш Карера GT. Ну, вы что, так поверили мне сразу, что ли? Конечно же, нет. Это, вот, давайте вот просто реально, честно, напишите в комментариях, как вы думаете, из чего это переделано. Вот честно напишите. Вот, глядя на эту машину, вы можете понять? Честно, я, честно, не понял. Ну, я бы не понял, скажем так, потому что с виду, реально, вот, вот, если при таком ракурсе смотреть, ну, как бы, понятно, что нет ни Порш Карера GT. Ну, что именно, непонятно, вот, лично мне. Потому что, блядь, ещё мы только не видели эти переделки, поэтому догадаться реально сложно. Посмотрим другие фотографии, вот, жопы, ну, прям уже как-то, ну, что-то, вот, блядь, ну, как-то выдает, да? Как-то, ну, уже, ну, что-то не то. Вот так, если смотреть, ещё вроде похоже, вот, ну, вот, жопы, вот, прям, вот, как-то впад. Ну, салона, вот, ладно, уже те, кто шарит, уже поймут. Друзья, это Порш Бокстер. Первый самый. Да. С салоном здесь особо, ну, как бы, немножко попытались намудрить вот эту консоль, например, и так далее. Попытались сделать похожим на Порш Карера GT, но, в целом, с остальным особо не парились. Так вот. 6 миллионов 199 тысяч рублей за Порш Бокстер первого поколения 2002 года, который переделан под Порш Карера GT. Сложно, да? Соглашусь. Но сказать, что это дорого, ничего не сказать, потому что, если просто взять Порш Бокстер первого поколения, ну, самый максимальный ценник, вот, давайте, самый максимальный ценник за, ну, понятно, что этот, миллион. Ну, это может быть, вообще, там, в идеале, вот, реально, 44 тысяч пробега, окей. А самая минимальная цена, если что, 390, ну, это вообще пиздец, наверное, какой-то. Кстати, в Питере, опять, Питер сегодня выделяется просто максимально. Ну, я думаю, что, чтобы он ездил нормально, передвигался, это 700. Ну, вот, плюс-минус, да? Хорошо. Тут, как бы, почти в 10... Подождите, или не в 10 раз. В 10 раз, получается, да? Ну, короче, да. Практически в 10 раз. Дороже. Значит, что могу сказать я? Внешний вид автомобиля переоборудован под Порш Гамбала Мираж GT. Ага. Пригнан из Германии. Короче, типа, здесь 44 тысячи пробег. Может, так оно и есть. Замечательно. Хотя, ну, не знаю, по состоянию салона сложно понять это. Ну, не знаю, может быть. Окей. Но, бля. Не, ну, сделано классно, на самом деле, согласитесь. Ну, то есть, прям вот, ну, не пиздец. Ну, то есть, не из картона вылеплен обвес. А реально, ну, видно, что что-то прям, ну, хорошо постарались. Поэтому выглядит прикольно, учитывая, что когда-то это был Порш Бокстер. Но в 10 раз дороже я, конечно, бы немножко подумал бы, да. А так, да, мне очень понравилась вот эта штука в виде какого-то, блядь, яйца или что это. Где карабас, вот, да, ручка переключения передач. Кстати, она, подождите, это автомат же? Это автомат. Ну, как бы, без разницы. Вот эта ручка, это, конечно, выглядит интересно. Интересно. Ладно. Ну, вот как бы, друзья, вот так. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Очень реально будет интересно почитать. А мы двигаемся дальше. Друзья, ну и напоследок. Тачка, которая заслуживает внимания. Иногда, да, я прям последнее объявление специально выбираю. Знаете, ну, блин, я не мог пройти мимо Nissan Fairlady. Которых, ну, прям в России, ну, их минимальное количество. Ну, серьезно. Ну, то есть, ну, прям вообще. Ну, либо он же 280ZX, да, правильно же он? Да, 280ZX, Fairlady. Я думаю, что нам известен и по играм. И вообще, кто увлекается японскими тачками. Я не буду говорить, что я прям фанат. Или любитель. Или вообще знаток. Я так. Естественно, я знаю этот автомобиль. Но вот, вот, кстати, вот по салону тут, конечно. Ну, ладно, ладно, хорошо. Не так уж, может быть, все и плохо. То есть, как бы, около сток. Но кожей прошита. Торпеда, да. То есть, ну, вот, перетянута. Я так понимаю, что это, ну, точно не сток. Ну, магнитолка там какая-то стоит. Ну, кстати, не сказать, что она прям пиздецовая. Ну, такое, да. Вот. Салончик, конечно, ну, такой, да. Доработанный. Не знаю, кому-то в плюс, кому-то в минус. Но с виду, вроде, внешне относительно еще все хорошо. Ну, и как бы, реально, Fairlady это редкость. Но, опять же, я помню, вот, не помню, с кем я, блядь, разговаривал. И когда, почему-то у меня в жизни, вот, запомнилось, что кто-то мне конкретно про Fairlady рассказал. Как, в принципе, про другую любую японскую тачку, там, или не японскую. Их, в принципе, можно пригнать. Но это будет стоить весьма дорого, да. То есть, есть, там, в принципе, варианты их пригонять. Но просто этим никто не занимается. По крайней мере, с Fairlady это реально редкость. 750 тысяч рублей, 82-й год, друзья. 82-й год. Привезена в 90-х годах, оформлены на меня, документы в порядке, полностью живой автомобиль. Сколько вообще их продается, кстати? А, еще есть. И все, да. Да, два объявления. Тут он... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Заранее. Так, документы все хорошо. Надо сделать, собрать. Ну, типа, плюсы живые. Ну, слушайте, ну, 400 тысяч, кстати, кузов, по крайней мере, есть. Это тоже весьма плюс. Так что, вот. Ну, это левый руль. А тут пруль у нас, да, получается? Да? Я же не левый. В смысле, почему указано, что левый, но если тут правый? Правый? Не зеркальная фотография, я думаю. Подождите. Ну, да, правый руль. Почему-то указано, что левый. Ну, ладно. Короче, ребят, тачка реально заслуживает внимания, я считаю лично так. Потому что, ну, блин, редкая для нас с вами. Ну, прям вот встретить ее на улице точно не удастся. И, ну, блин, тачка легенда, как я считаю, все равно. Ну, и выглядит она, кстати, пиздато. Мне кажется, прям вот, если вспоминать какие-то еще машины 80-х, вот именно Фейт Лейди точно сразу вспоминается. Ну, короче, друзья, вот примерно вот так. И, знаете, ну, мордашка эта, мне кажется, узнается из тысячи точно. Потому что подобного дизайна я не встречал. Да и, в принципе, жопа тоже. То есть, вот, ну, прям вот ее можно сразу узнать. Я думаю, те, кто знают ее, те узнают. Хорошо сказал. В общем, друзья, ну, а на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. И также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все, ребят. Ну, и, конечно же, пишите, да, ваши комментарии. Если что-то вдруг интересное нашли и готовы с этим поделиться со мной, то в описании есть всегда ссылочка на специальную тему в моей группе ВКонтакте, куда вы можете присылать объявления. Все, ребят, до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok